Историческая память В каком-либо историческом моменте Некую информацию в том, а не в ином ключе В позитивном, а не в негативном Или с другой наоборот Так вот, как правило Историческая память формировалась следующим образом Произошло некоторое событие У него есть свидетели, у него были возможно Какие-то даже архивариусы, которые фиксировали То, что они видели на бумаге И потом от этого узкого Круга источников информация Начинает расходиться уже широко Когда информация становится достоянием Большого количества людей Но, все равно, источник достаточно невелик Определенное количество людей Поэтому Как правило Светения о таких событиях достаточно монолит На источниках немного Разница между ними зачастую невелика И поэтому это формируется Такое объединенное общественное мнение Допустим, понятно, что сейчас У нас о событиях далекого прошлого Наверное, нет больших противоречий Ну, допустим, о событиях Связанных еще с эпохой Киевской Руси Или с эпохой Ивана Грозного Петра Великого Разночтения есть, но И вот Великая Отечественная война Она является, наверное, наиболее ярким пятном Во всем этом ряде Оно стоит в стороне Очень сильно в стороне И вот почему Дело в том, что Событие было настолько масштабным Что затронуло все абсолютно семьи Которые населяли в тот момент Советский Союз Никто не остался в стороне Статистика говорит, что только людей Надевших серые солдатские шинели В период 1941 по 1945 год Было свыше 30 миллионов человек Каждый шестой в Советском Союзе Служил в армии Или погиб в ходе боевых действий То есть С учетом того Что непосредственными очевидцами Как линия фронта прокатилась туда-обратно Тоже были десятки миллионов людей Потому что на оккупированной территории В момент ее наибольшего расширения Прорывало до 70 миллионов наших сограждан Ну по довоенной статистике Получается, что мы имеем события Непосредственными очевидцами Которыми была большая часть населения Советского Союза И что мы имеем в конечном итоге Когда у нас в послевоенные годы И даже уже в военные годы Государство начинает пытаться рисовать Ту картину истории Великой Отечественной Которая была И этому государству на тот момент выгодна Оно не сталкивается с противодействием Но сталкивается с неприятием Той модели, которую она строит Наверняка многие из вас слышали Историю ветеран Которые отказывались смотреть Советские фильмы о войне По одной простой причине Там все неправда Все было не так Нечего эту ложь смотреть Крайне отрицание Государственной точки зрения Действительно во многом Советская точка зрения Официальная Которая наверное наиболее ярко Была выражена В таких фундаментальных сборниках Шеститомная история Великой Отечественной войны Шестидесятых годов И двенадцатитомная история Второй мировой войны Вот там была во всей силе Советская официальная точка зрения Конечно же она старалась Приукрасить те события Которые развернулись В нашей стране В период с 22 июня 41 по 9 мая 45 Причина проста Слишком велика была цена Заплаченная за эту победу И Слишком много было ошибок советского командования Но особенно это относится К начальному периоду войны Разумеется было стремление Если не переврать историю То по крайней мере замолчать Наиболее нелицеприятные моменты Например О таких вещах Как знаменитая битва Заржевско-Вяземский выступ В фундаментальных изданиях Упоминается вскользь Даже ни одной путной карты нету Между тем Сражения были более чем масштабные И нанесли миллионы жизней С обеих сторон Как советской, так и германской В результате Поскольку, как я повторюсь Источников информации Личной информации Было превеликое множество У нас Даже с военных лет Начинается подспудное столкновение И поскольку Формировать Альтернативную Собственную историю У нас Народ В тот момент Еще не может Чтобы печатать о ней Писать И делать эту информацию Публичной Он просто занимается тем Что не принимает Официальную историографию В оправдании СССР Могу сказать следующее Что подобным мифотворчеством А сейчас мы к этому термину Будем обращаться Не раз и не два Обращался не только Советский Союз Например В Германии Вплоть до настоящего дня Существует тоже Гигантский плав Мифотворческой информации Его кстати Вполне логично Можно объяснить Притинать те же самые Что и у Советского Союза В Германию Войну проиграли И немцам необходимо Было сохранить лицо То есть По каким причинам Они проиграют Или быть плохими солдатами Ну как же плохие солдаты Могут проиграть войну И поэтому Появляются знаменитые Мифы Сформированные В первую очередь В германской Неофициальной историографии В первую очередь В мемуарах Разного рода Немецких военачальников Появляется знаменитый Генерал Грязь Генерал Мороз Которые Причем Насколько это Не соответствует Действительности Например Немцы часто Фиксируют Якобы Зимой 41-42 года Под Москвой Температуру Достигающую Минус 50 градусов Что не подтверждается Московским центром Госметеоцентром Который Вел ежедневные наблюдения И фиксировал В принципе Стандартную Русскую зиму С морозами 20-25 Иногда до 30 Но о таких катаклизмах Как 50 Нет ни одного Документального Подтверждения И также Еще один момент Это то что Русских было всегда Сильно больше Их убивали Тысячами Но на место Тысяч приходили Десятки тысяч И только под этой Гигантской человеческой Волной И в конце концов Был погребен Третий рынок То есть Германское Мифотворчество Тоже существует В полной мере Более того Если кто-то из вас Когда-либо Сидел и смотрел По телевизору Или по интернету Различные фильмы Посвященные Второй мировой войне Снятые Допустим Такими каналами Как National Geographic Discovery И аналогичными им Как правило Там во главу угла Поставлена При описании Восточного фронта Именно немецкая Точка зрения Даже самые лояльные По отношению Красной Армии Фильмы Все равно Нет-нет Доупоминают Либо о жутких морозах Либо о колоссальном Численном превосходстве Русских То есть Мифотворчество В принципе Это процесс Характерный Не только для нашей страны Но вообще Для человеческой истории И если Обратиться В глубины прошлого Я думаю Картина будет Абсолютно идентична Так вот В результате Кстати того Что Советская Официальная историография Пропагандировала Именно свою Единственную Правильную Точку зрения Вплоть до 80-90-х годов У нас В массовом сознании В исторической памяти Народа Складывается Наверное Такая картина Что государственная Точка зрения Не может быть Правдивой Априори Только потому Что она государственная То есть Центральные власти Врали Врут и будут Врали Верить им не стоит И разумеется В сравнении С официальной Точкой зрения Рассказ Деда Или бабушки О том Что они на самом деле Видели И о том Что там На самом деле Убитых было Намного больше И пленных было Намного больше И командиры Командовали плохо Это особенно Характерно Для уцелевших Фронтовиков 41-42 года Вот если кто-то Из них и хотел На самом деле Рассказывать О всех этих событиях Так вот Разумеется Этот рассказ Выглядел намного Более правдоподобным И казалось бы Для того Чтобы соревновать Объективную точку зрения На происходившее Надо было Обобщить Вот эти самые Тысячи Рассказов Фронтовиков И получила бы Объективная Картина Великой Отечественной Войны Но поймите Эта человеческая память Она Обладает Худшим ресурсом По сравнению Даже с листом бумаги Со временем Мы сами Не замечаем Она искажается Обрастает Новыми подробностями И наборет Теряет какие-то Важные элементы Своей структуры В результате К настоящему дню Более того Как вы знаете То поколение Которое действительно Воевало Оно уже почти Полностью ушло Ветеранов Осталось Очень и очень Немного И уже Соответственно Поколение детей И внуков Их Они перехватывают Эстафету И начинают Рассказывать О том Что вот Мне дед Говорил И дальше Может быть Уже от себя Что-то добавляют Как-то по-своему Интерпретируют Те или иные события В результате Получается такая Очень интересная ситуация С одной стороны Мы имеем Государственное Мифотворчество Со строго Определенными целями То есть Показать нашу страну В более выгодном свете А с другой стороны Мы имеем Народное Мифотворчество Так называемую Другую историю Но фактически Формирующую Те же самые мифы Только в том ключе В котором Народному сознанию Народной исторической памяти Это представляется Наиболее объективным И как правило Кстати Этой самой Исторической памяти Свойственно Видеть События прошлого В гораздо более Отрицательном свете Возможно Это прямая реакция На то Что позиция государственная Подавала все в свете Позитивно То есть Все было лучше Нет у нас На самом деле Все было хуже Причем возможно Те из вас Кто имеет историческое образование Сам сталкивался С подобными вещами Казалось бы Вы историки У вас Если не есть доступ К официальным документам По крайней мере Все равно Вы обладаете Большим объемом информации По событиям прошлого Я говорю На собственном опыте Сколько было случаев Когда Общаясь с людьми Которые не имеют Никакого исторического образования То есть Представляют как раз Основу нашего социума И они говорят А Ты историк А ну расскажи Что было Там 22 июня Я начинаю Рассказывать В казалось Наиболее доступной Понятной форме Ту точку зрения Которую я разделяю Которую мне кажется Правдоподобной Привожу аргументы То есть Мне кажется Что я рассказываю Весьма убедительно И потом я вижу Что слушатель На меня смотрит С известной долей Скептицизма И когда я заканчиваю То есть Он может быть Ничего не говорит Но Реакция у него Явно негативная Возможно Это было ожидание Что я сейчас ему Открою какие-то тайны Что на самом деле Мы действительно Завалили немцев мясом Что потери были чудовищные Что там все Маршалы были негодяи Там расстреливали Своих подчиненных Ну Потому что Мой рассказ Как правило Он плохо соответствует Как раз Вот этому уровню Другой истории Уровню народной памяти В нем может быть Не все так плохо Причем Я-то уверен Что я знаю Объективную истину Потому что я работал С архивными документами Читал Нарративный материал Критически его воспринимал Но Для уровня сознания Основной массы населения Все мои аргументы Аргументами как таковыми Не являются Просто они когда видят Что я вроде как Близок к государственной Точке зрения Все раз я государственный Историк Значит скорее всего Я вру Вольно Невольно Являюсь ли я членом Международного заговора По сокрытию ткани Или нет Это уже другой вопрос Но скорее всего Я говорю неправду Во многом Кстати На подобном Казусе Если можно так сказать Основан Успех Знаменитого Нашего писателя Которого знают все Кто занимался Худо-бедной историей Великой Отечественной войны Я имею ввиду Виктора Резуна Сувора Правда Человек Который написал Несколько книг Ледокол Днем Последняя республика И целый ряд последующих Которых Выражал свою точку зрения Якобы Сталин Планировал напасть На Германию Сам 9 июля 41 года Гитлер Просто его опередил Тем самым Сталин и Гитлер Ставятся на одну сторону Кстати Суворова можно понять Представьте себе Действительно Беглого советского Разведчика Который убежал На запад Его там В плане информации Выдаили до суха А дальше он предоставлен Сам себе Как дальше жить На что Он является Неплохим специалистом По истории Великой Отечественной войны Но если он начнет Писать книги о том Какие советские солдаты Были герои Кто их будет покупать И поэтому Он вполне логично Начинает писать Сенсацию О том Что Сталин На самом деле Готовился напасть Он действительно Особенно в первой книге В ледоколе Он оперирует Достаточно интересно Фактами Подавая именно те Которые на его взгляд Позволяют доказать Аргументированную Его точку зрения Правда С каждой последующей книгой У него все больше В работах эмоций Все больше повторения И все меньше Новых доказательств Его точки зрения Но Суворову Я был готов Я готов Собственно говоря Простить Я являюсь Сразу говорю Его противником Я готов простить Это его Выступление Хочу одной простой причине Он поднял вопрос Он поднял тему До этого Казалось 22 июня У нас практически Не вызывает Никаких Споров Там события Все произошли Абсолютно Однозначно А тут вдруг Выясняется Что можно иметь Другую точку зрения И поэтому В историческом сообществе Книги Суворов Когда они только вышли Они многих Не оставили равнодушными Посыпались Целой кучей Исследования линии Как про Так и контр По большому счету Сторонники Как той Так и иной Точки зрения По сей день Остаются При своем Собственном мнении Потому что Не опубликованы Некие фундаментальные Документы Которые Смогли бы Однозначно Допустим Подтвердить Точку зрения Суворов Да Вот план Нападения На Германию Датированный Июнем 41 года И так далее Или четко Абсолютно Резолюция Генштаба РФК Где было бы Написано Все На Германию Нападать Ни при каких Обстоятельствах Строго Обраняться То есть Эта дискуссия Скорее всего Она не закончилась Сегодня И не закончится Еще в ближайшем Будет продолжаться Так вот Почему еще Суворов Обрел такую популярность А потому что Он высказывал Как раз Ту точку зрения Которая Коррелировалась С народной памятью Он высказывал Негативное отношение К войне То что на самом деле Готовились Но все Проиграли И потерь было больше И так далее И тому подобное Она была Строго Противоположна Точке зрения Официальной И потому Обрела Известную Популярность Не обязательно Источником Другой истории Являются Дниги Исследования Как я уже говорил Во многих случаях Она формируется Исходя из Личного опыта И при том Поскольку Это Как говорится Мой дедушка Лично видела И моя бабушка Сама участвовала Вся эта информация Воспоминается Крайне некритично Я являюсь Руководителем Поискового отряда И там Работая на местах Боев Нам приходилось Неоднократно Встречаться С местными Действиями Даже те Кто был живыми Очевидцами события Зачастую Очень здорово Перевирают То что Они говорят То что С нашей точки зрения Никак не могло быть То есть Стандартная ошибка Например Которая нас Подчат Это завышение Количества потерь Вот выводят Нас в поле Вот здесь Была бойня страшная Солдаты лежали Как снопы Как снопы 10 тысяч голов Поднимаем Архивные документы Есть записи Есть запись об этом Бои Количество потерь Около сотни человек Как 100 превратилось В 10 тысяч Непонятно Но таков казус И искажение Исторической памяти Причем Это именно Распространено В первую очередь На территории Так называемых Боевых регионов То есть Там Где действительно Прокатилась Стояла Линия фронта Вот Для нас Для Нижнего Новгорода Нижегородской области Как для региона Тылового Это не характерно У нас с вами Действительно Война была В том виде Что прилетала Немецкая авиация Бомбила Жестоко Город Борьки У нас вокруг города Копали укреп сооружения У нас потом Было большое количество Немецких военнопленных Но слава богу Сапог Вооруженного Немецкого солдата Нашу землю не топтало Поэтому Народное мифотворчество У нас развито В малой степени А вот там Где линия фронта Стояла И особенно стояла Долго Там это мифотворчество Имеет очень и очень Серьезные корни Казалось бы Никто можно с этим поделать Но дело в том Что Нам опять-таки Приходится сталкиваться С тем Что используя Вот эту другую историю Вот эту народную память В качестве основы Эта информация Искаженная И неверная Попадает уже В официальные источники Информации Например По той же самой Ржевско-Вяземской битве Есть серьезное исследование Тверского историка Герасимова Она являет Наверное На данный момент Крупнейшим специалистом По событиям Ржева и Вязема В 1942-1943 годах И видимо В какой-то степени Она используется В записании Своего исследования В том числе Вот эту самую Другую историю И я читаю И вижу Противоречия Как раз Между тем Что есть на самом деле Например Вот в том же самом Районе города Белого Где мы традиционно работаем Там одно из самых легендарных событий Это операция Марса Прорыв обороны немцев Частями 6-го сибирского И 1-го механизированного корпусов Потом Отсечение этих войск Атакующих Их борьба в окружении Около недели И прорыв к своим Весьма кровопролитные бои Бои Ноября-декабря 42-го года Так вот Прекрасно По документам По архивным Известно Фронт прорыва Там где развернулись Основные события И так далее Но У Герасимовой Написано И этим она вторит Так скажем За Во многом Как разнородной памятью Что место для наступления Было выбрано неудачно Долина всего шириной С километра И по этой долине Наши войска шли вперед Не сядь чудовищный потерь Есть архивные данные Сколько наши войска Понесли потери Во время прорыва Они большие Но не патастрофические Вот Более того Долина это самое есть Другое дело Что она расположена Не в поперек линии фронта А вдоль То есть наши войска Шли не вдоль Они ее просто перевалили И в этот же день Взяли вторую линию Немецкой обороны И ушли дальше То есть некритичное отношение К вот этому самому нарративу К этим самым источникам Из числа народной памяти Оно в конечном итоге Что делает Оно формирует уже официальную историю Но на неверных источниках В результате появляется то Что мы можем вполне называть Новым мифотворчеством На базе Отвергая одни мифы И используя вторые В качестве основы Мы получаем мифы за номером три Вот кстати Я принес три фотографии У меня сейчас будет Буквально к аудитории Особенно к молодому поколению Буквально парочку вопросов Итак Старое поколение Прошу молчать Известно ли вам Что это за человек? Кто это? Зоя Кадеменская Совершенно верно Так вот Зоя и ее история Кстати Она является одним из самых Известных мифов Великой Отечественной Войны То есть То что Говорила официальная Советская историография Она была Заслана в пыл противника Была схвачена немцами Выдержала пытки Не сломалась И в конце концов Была повешена Причем до момента смерти Она произносила речь Которая говорила У нас 170 миллионов Всех не перевешивайте Товарищи Бейтесь до конца И тем самым Вдохновляла местных жителей Для них и трища Где собственно говоря Все это и происходило Так вот Эта версия Была незыблемой Вплоть до 80-90-х годов Когда принеслись Подробности Оказывается Зоя была отправлена В деревню Петрища Выполнять приказ По уничтожению Христианских иск Для того чтобы В свете наступающей зимы Немцы остались Совершенно без крова Без теплых укрытий Два дома Они своей маленькой группой Успели сжечь И при попытке Поджечь третий Зоя собственно говоря И попалась Вот Кстати Дальнейшее описание Со слов Что местных жителей Что Даже ее товарищей Они не расходятся С официальными данными Действительно Зоя Делала всего 18 лет Но она делала себя На немецких допросах Подпытками Очень мужественно Они ее действительно Не сумели сломать И местные жители Подтвердили То что Ну примерно В общих чертах Ту речь Которую она говорила Уже собственно говоря С той навеслиц Однако Была существенна попытка В 90-е годы Разрушить этот образ Причем В самых разных То она действительно Поджигала Строение мирных жителей И немцам Никакого вреда не принесла То даже начали писать Что она страдала Шизофренией То еще Какие-то вещи Причем зачастую Абсолютно Не обоснованно Есть Замечательный пассаж От социолога Сергея Карамозы Который касается Именно этого вопроса Читал я лекцию В Бразилии Перед обществом психологов Тему они задали Такую Технология Разрушения образов Ходит перестройки Я рассказывал факты Приводил выдержки Из газет А смысл Слушатели понимали Лучше меня Особенно их Заинтересовала Компания По дискредитации Зои Космодемьярской Мне задали Удивительно точные Вопросы о том Кто была Зоя Какая у нее была семья Как она выглядела В чем была суть ее подвига А потом объяснили Почему именно ее образ Надо было испоганить Ведь имелось множество Других героинь А дело в том Что она была мученицей Не имевшей в момент смерти Утешения от воинского успеха И народное сознание Независимо от официальной пропаганды Именно ее выбрало И включило в пантеон Святых мучеников И ее образ Отделившись от реальной биографии Стал сложить Одной из опоров Самосознания Нашего народа То есть Как вы видите Мифотворчество Оно не носит В данном конкретном случае Не носит Отрицательного значения Оно было позитивным Оно действительно Поселило в сознании Советского народа Образ девушки В 18 лет Пожертвовавшей собой Во имя достижения Общей победы И надо понимать Что были люди И юноши И девушки Которые следовали ее примеру Которых она вдохновила На подвиги И ее образ В течение долгого времени Оставался незапятным Другой персонаж Отечественного мифотворчества Знакомлю вам Вот этот человек Совершенно верно Александр Матросов Опять-таки До 90-х годов Образ абсолютно Незыблемый Герой Свершивший подвиг Поджертвовавший Своей жизнью Закрывший Амбразуру Вражеского дзота 23 февраля 1943 года В бою В деревне Чернушки Под Великими Луками Потом пошли уточнения Сейчас даже Могу точно определиться Кем он был Потому что Есть так называемая Татарская версия Которая Говорит На самом деле Его имя Шакирьян Юнусович Мухаммадьянов Он просто сам себе В детском доме Он детдомовский Взял себе имя Александра Матросова Именно так Пасил писать себя В документы Потом открылись Некоторые подробности Что на самом деле Подвиг был совершен Не 23 февраля То есть Не в день празднования Советской армии Военно-морского флота Даже сам Матросов Попал на фронт На несколько дней позже Но и Но А на самом деле Подвиг был совершен 27 февраля Дальше опять-таки С опорой на архивные исследования Пронеслись подробности Действительно ли он Бросался нам в разоруд зота Или пытался сделать Что-то иное Мне доводилось Беседу с человеком Который утверждал Что в архиве Держал в руках документ Согласно которому Матросов не кидался На Амбразор А пытался Залез на крышу Этого зота Оставшись один Они ползли вдвоем Но его товарищ Был тяжело ранен И Не имея другой возможности Просто схватился Руками За торчащим Немецтвол Немецкого пулемета И начал дергать его В разные стороны Пытаясь сбить с наводки Щупал у Матросова В конце концов Немецкие пулеметчики Через Амбразор Втащили в зот И там убили Но пока они его убивали Это хватило Остатком батальона Времени Для того чтобы Добежать до зота И уничтожить его В гарнизоне Точно что произошло У деревни Чернушки До сих пор непонятно Факт в том что Боец совершил подвиг Другое дело что Почему именно Матросов Дело в том что Советские воины Совершали аналогичные подвиги Начиная с июля Как минимум 1941 года Первый официально Зафиксированный подвиг Относится к 24 июня Под Новгородом Один из бойцов Закрыл своим телом Амбразор вражеского зота И совершались потом Но именно Александр Матросов Стал чрезвычайно популярным Стал человеком легенды Хотя опять таки По данным Военно-исторического журнала За всю историю Великой Отечественной войны Насчитывается порядка 400 бойцов И командиров Красной армии Которые совершили Аналогичный подвиг Даже среди них Кстати Было несколько тех Кто умудрился Остаться в живых То есть они были Тяжело ранены Но их вылечили Опять таки Разрушение образа Александра Матроса То есть попытка Доказать На самом деле Никого он Не закрывал Что бы такого Подвига не было И на этом Было на фоне Построение нового мифа Может быть Еще один Легендарный Миф советской эпохи Последняя иллюстрация Которую я хотел Сегодня показать Знакомлю вам Вот этот памятник Совершенно верно Памятник у разъезда Дубосекова Памятник 28 героям Панфилдса Миф о том Что 28 человек Из состава 4 роты 2 батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16 ноября 1941 года Остановили наступление Немецких танков Под Волоколамск Вот у этого самого разъезда Согласно официальной версии Которая бытовала Еще в год Великой Отечественной войны Все 28 погибли Но не уступили В уста Командира подразделения Политического политрука Василия Клочкова Была вложена Знаменитая фраза Что Отступать некуда Позади Москва Однако вопросы К этой легенде Начались уже Сразу даже в годы войны Поскольку Совершенно стало Было непонятно Откуда взялись Именно 28 этих человек В конце концов Вышли на Корреспондента Красной звезды Газеты Кривицкого Который сформировал Во многом Эту самую легенду Дело в том Что у разъезда Добосекова Локоламска С 14 по 18 ноября Добросин Дрались все части 36-й стрелковой дивизии То есть И почему выделили Именно вот этих 28 человек Из состава 4 роты Абсолютно Точно непонятно Возможно Кстати В первые Послевоенные годы Попытка различать Культ 28 героев Панфиловцев Был связан С попыткой Дискредитации Маршала Жукова Поскольку он Являлся одним Из самых активных Проводников Вот этой самой легенды То есть По 28 героям Панфиловцев До сих пор Тоже многое Непонятно То есть Государственный мир Он Опять таки С одной стороны Как бы Находится под угрозой С другой стороны Уже появились Люди Готовые его Спасать Возможно Вам знаком Такой термин Краундфайдинг То есть Это сбор средств Через интернет На какой-либо Коммерческий Или не совсем Коммерческий Проект Так вот После успеха Фильма Брестская крепость Возможно Кто-то из вас Его видел У нас тема Вольны снова Стала более чем Актуальной На фоне Откровенно Неудачных Кинопроектов Во войне В частности Допустим Это Штрафбат Знаменитый сериал У нас Начинается Частная Инициатива И вот Сейчас Кстати К 2015 Году Планируют Закончить Съемки Фильма 28 Панфиловцев Как раз В основу Этого Киносюжета Положим Именно Каноническая Официальная Версия Подвига То есть Их действительно Именно 28 человек Во главе них Действительно Стоит Политруб Квачков Причем Как вы видите Поскольку это Краундфандинг Это абсолютно Частная Инициатива Которая Ни в коем случае Не зависит от Государства Просто есть люди Которые готовы Защищать Вот это Старое Советское Мифотворчество Я не могу Сказать Что это Является Отрицательным Моментом Так вот Чему я собственно Говоря веду Поскольку понимаю Что время Которое мне было Выделено На рассказ Оно потихонечку Подходит к концу На чем я хочу Так скажем Завершить Вот это все Повествование Может быть Несколько Субурное За что Прошу меня простить Смотрите У нас в результате Формируется Несколько Волн Мифов То есть Одни были Созны государством В 40-х Начиная с 40-х Годов И окончательно Отшлифованы К 70-х Другие Формировались На волне Народной памяти И зачастую И те и другие К сожалению Достаточно Далеки От правды И никаким образом Не коррелируют С друг другом Одни Показывая Действительность В приукрашенном виде Другие В резко негативном Так вот Попытка Найти Истину Начиная С 90-х Годов И по сегодняшний день Зачастую Приводит Только к третьей Волнению Мифотворчества Три мифы Третьего поколения Они Как бы Формируются На мифах Первой и второй Волны На некритичном К ним отношении Не на комплексном Исследовании В результате Они могут Только в большей степени Запутать Картину Происходившего Но никоим образом Не разъяснить Соответственно Если мы сталкиваемся С вами С мифотворчеством Причем Достаточно Негативным Который Возможно Там выставляют Наших соотечественников И нашу страну Ну и ладно Если заслуженно В черном цвете Если действительно Были проблемы А если это Не заслуженно Попытка Нашей современной Власти Вроде как Взять этот процесс Под строгий контроль Тут и попытка Создания Знаменитой комиссии По борьбе С фальсификацией Истории И законодательной Законодательной Инициатива В плане Уголовной Ответственности За сомнения В победе Советского народа В Великой Отечественной Войне На мой личный взгляд Подобные попытки Исходящие от официальных Органов По определению Обречены на удачу Почему Смотри Отношения Государственной Историографии Государственной пропаганды Их не будут Воспринимать Всерьез Основная масса Населения Только по той Простой причине Что они государственные Будь они даже Тридцать Три раза Правдивые Проверенные В результате Возникает Продоксальный Вывод Для того Чтобы Поместить В народное Сознание Правильную Картинку Войны То есть Достоверную С одной стороны Терорическую А с другой Героическую Получается Что необходимо Заниматься Собственным Мифатологическим Но В качестве Базы Действительно Использовать Целый комплекс Источников В данном случае Архивные документы И воспоминания Участников События И народную Память И военно-археологические Данные Потому что Они зачастую Являются Самыми Достоверными По тому Или иному Конкретному Вопросу И Внедрять Это В массовое Сознание Каким угодно Путем Только Неофициально Иначе Он просто-напросто Не будет Воспринят В зависимости От этого Процесса Лежит Наше отношение Отношение Нашего с вами Населения Возможно И людей За рубежом К тому событию Который Мы называем Великой Отечественной Войной По событиям Другого Плана Которые Лежат В исторической Плоскости Дальше Допустим Это Октябрьская Революция Или что-либо Еще Возможно Ответ Лежит В том же Самом Пространстве Вот То есть Получается Вывод Следующий Миф Можно Вылечить Только Мифом На этом Наверное Сейчас Тогда Все И я Буду Готов Пообщаться С вами Ответь На Возникающие Да Прошу Скажите Пожалуйста А на каком Этапе Взрослений Ну там Детей Не знаю Подростков Студентов Нужно вводить Вот это Критическое Отношение К мифологизации То есть Вот Пример Стороны Школьных Учителей Да Каким Все Таким Образом Прививать И патриотические Началы Детев В то же Время Не Говорить Пафосовыми Словами Что Многочисленные Жертвы Еще Что Как Соблюдать Это И как Подражать Учебникам Для Школьных Вы знаете Конечно Это вопрос Больше Педагогический Чем Исторический Но тем Не Знаете Наверное С детского Сада Наверное Наше Общество Можно Будет Считать Здоровым Если Дети В детском Саду Будут Бегать Мальчишки Будут Бегать Играть В войнушку Говоря Что Они Русские Советские Солдаты А врагов Назначать Фашистами Называя Какими Другими Любыми Именами Но Если У них Уже В этом Уровне Будет Четкая Абсолютная Позиция Что Русские Советские Это наши Это хорошие За них Быть правильно То Соответственно Потом Выбить Это из детского Подсознания Эта установка Будет Весьма Проблематична То есть На наиболее Простом Уровне Показывать Смотри Вот Советский Солдат В пилотке Со звездой С автоматом Пуша Он хороший Он воевал За тебя Он Вообще Постарайся Во всем Подражать Критическому Отношению Он еще Хлебнет Даже Если Вы этого Не захотите Чтобы он Воспринимал Все равно Эта информация К нему И на школьном Этапе И уж тем более На студенческом Просочится Другое дело Хорошо бы иметь Подготовленную базу Не шаткую Государственная Точка зрения То есть Официальная Она кстати Несмотря на все Свои негативные Оттенки Она все равно Нужна Это печка От которой Танцует Пытаться Оставить все Как есть Оставить полный Плюрализм мнения Это означает Что превратить Поле исторической Памяти В большой хаос Где будут действовать Такие абсурдные Установки Которые Он даже с вами Представить себе Не может Во многом Кстати Народная память Она и Соотносит Просто Своё собственное Знание С официальной Точкой зрения Как она Коррелируется С ней То есть Возможно Она сразу Народная память Она спозиционирует себя как Негативное отношение Но негативное отношение К чему Либо же нужно Не к пустоте То есть Установка На мой взгляд Должна быть И чем раньше Она будет В наиболее простой форме Попадать В детское сознание На мой взгляд Тем лучше Я просто объясню Почему задала вопрос Потому что Тема патриотизма Сейчас Она такая Как бы Вроде актуальная А вроде как-то Некоторым И стыдно сказать Ну какой же патриотизм Когда такая Клобализация идет И вообще Вы знаете К сожалению Я вижу в этом В вашей реплике Большую Проблему Несколько Ином ключе У нас конечно Да Сейчас патриотизм Поставлен в углу Но извините К сожалению У нас Этот патриотизм Зачастую подают Так что Будь я сам В детском возрасте Я бы скорее всего Отвернулся Когда Патриотизм Коизнируется То есть Привитие патриотизма Это считается Вполне достаточно Если Те же самые студенты Соберут на торжественные мероприятия Они минут 40 посидят Перед ними Выступит Несколько официальных лиц Несколько творческих коллективов Все Мероприятие закончено Патриотизм привит Как вы думаете О чем думают студенты Которые в этот момент Сидят на задних рядах Так раньше было то же самое В Советской войне К сожалению Да А не менее Произошло Ну Там немножко другой Вопрос можно? Да Конечно У меня такой вопрос Скажите пожалуйста На ваш взгляд Отношения к государству Великой Отечественной войны Нет ли у него противоречий Очень многих Смотрите Я вот последнюю минуту памяти Не слышал 9 мая Но Я помню предшествующего Ты Который потерял Своих близких В ГУЛАГе Освободил Жертву Освенцима Знаете Ну честно У меня взрослых В ГУЛАГе не сидел Хотя все воевали Знаете Я вот лично Так оскорбление Воспринимаю Эти слова Такое ощущение У нас Что знаете Вот он в лагере Вот что пошло воевать А все сволочки Которые его посадили Сидели сзади Ну это по кинематографу По них Как документальный фильм По высказываниям Дмитрий Анатольевич Медведев Не будем в свой Который сказал Что нельзя Северить по грязности Строй Который был критичным Но вы знаете Оторвать историю КПБ И КПСС Историю Великой Отечественной войны Это по-моему Нереально Несерьезно Просто Несерьезно То есть не кажется ли вам Что здесь вот такие Какие-то противоречия возникают Что наша политическая элита Которая всем правду И неправду Пытается отбиться Как говорится От советского периода Чтобы их не ассоциировали То же время Взывает Советского времени Скажем так Да Противоречия безусловно есть И разумеется Попытка угодить И вашим И нашим То есть и тем Кто считает себя патриотом страны И тем Кто считает себя сторонником Демократических ценностей Глобализации Скорее всего Обречена на провал Потому что Это компромисс Который хуже Чем любая искренность Но по крайней мере Радует то Что хоть какие-то Подвижки в этом отношении Учились Потому что Если вы помните 90-е Там было просто Поле хаоса Куча мнений Которые в конце концов По-своему Дули в негатив Склоняли ситуацию В негативную сторону То есть И Пусть не совсем Удачными методами На мой взгляд Современная власть Все-таки Поворачивается В нужную сторону Хотя повторюсь Да Безусловно Попытка угодить Всем и вся Она Неудачна Да Прошу Мне кажется Вам что Пробуждение Интереса Молодого поколения К войне Возможно Через изучение Истории Собственной семьи Потому что Нынешние Молодые люди Имеют уже В своих родственниках Уже Десятки Иногда Участников Войны Свидетелей Войны И по-прежнему Некоторые Связи То есть У кого-то Живы еще Прабабушки Прадедушки И бабушки Дедушки Которые могут Рассказать Про своих родителей Вот Насколько Полезным Было бы Контролировать Или как-то Направлять Процесс Изучения Собственной Истории В семье Так По порядку То что Изучать Историю страны Через историю Семьи Это очень Деэффективный Метод Это безусловно Мне доводилось Выступать в школах Мне доводилось Беседовать с учителями Которые говорили А мы тут Задали задание То есть Рассказать о своем Про дедушки Ветеране Великой Отечественной Войны И говорит И школьники Такого напритаскивали Из домашних архивов Там такие истории Понавсплывали Что и сами школьники Были в состоянии шок И учителя тоже Интереснейшие То есть Действительно То что невозможно Придумать Пусть даже Это было приукрашено Искажено Но тем не менее С другой стороны Попытка контролировать Вот ты про этого Дедушку рассказывай И про этого Пожалуй не стоит На мой взгляд Заранее обречена на провал Потому что Ты уже лезешь В семейные отношения То есть У человека По определению Будет отторжение Твоего контроля В данном случае Да Пропагандировать Изучение страны Через историю семьи Надо Пытаться контролировать Этот процесс На мой взгляд Бессмысленно Можно только навредить Мифы третьей волны Которые появляются Как бы ответы На суперпозитивные Советские эпохи Сунигативные Восемьдесятых Девяносто Годов Так Ну вот отчасти Это был проиллюстрировано Вот на данных Трех примерах То есть Миф третьей волны Которые в какой-то степени Базируются С одной стороны На социальной советской Историографии С другой стороны На дополнительных данных Которые поступили В более позднее время Что касается Мифов третьей волны Ну в первую очередь Кстати Они Формируются Вокруг Цифры потерь Советского Союза То есть Была официальная Советская точка зрения Сразу после войны Сталин озвучил Семь миллионов потерь Потом Крущев Двадцать миллионов Сейчас официальные данные Двадцать шестьдесятых Миллион человек Демографическая Потерь Советского Союза Народная память Данные На всем Двадцать миллионов Воспринимала критически То есть Ходили разговоры Что на самом деле Потеряли больше Действительно Народу там полегло Куча Это особенно Как раз касается Боевых регионов Где там стоит В райцентре Один памятник Еще пара памятников С могилами В крупных селах А на самом деле Все местное население Было прекрасно Сымедомлено Что все окресты Завалены Останками павших Бойцов И поэтому Официальные данные О том Что здесь погибло Три тысячи И они говорили Никакие не три На самом деле Тридцать тысяч Здесь лежит Никому они не нужны И во многом Именно на На уже Вот этих Народных Знаниях Так скажем Народных мифах Начинает Сформироваться Это еще процесс Пошел в 90-е годы Когда у нас Начинают Как будто соревноваться Целый ряд историков Публицистов По поводу того Кто назовет Большую цифру Потерь Советского Союза В Великой Отечественной войне Мы поназывали И 30 И 35 И 40 И 50 И по-моему Где-то даже Сочалась цифра 60 миллионов Человеческих потерь Причем Никакого Разумеется Базы Документальной Под это Не подводилось И причем Этому тут же Давалось оправдание Конечно А кто же будет Фиксировать Такие большие потери Разумеется Все замалчивалось И документов нет Но мы считаем Что Советский Союз Потерял 50 миллионов человек Во многом Опять-таки Потому что Местные жители Рассказывают Что потерь Было настолько-то больше Чем это Позиционировалось В официальных источниках Процесс Вопрос потерь Он до сих пор Очень спорный Тем паче Что у нас государство В лице Министерства Мороны Сейчас заняло Очень жесткую позицию Установив планку То есть Потери к Советской Армии Военно-морского флота 80,5 миллионов человек Все И ни капли больше Ну у нас указано Там 12 80,5 Это Только убиты Умерших 12 С плен И Понятно 8,5 миллионов То есть Это Официальная позиция МО России Российской Федерации Более того Например Там Только Считая по этим данным Только пропавшую бедность У нас всего 500 тысяч На всю страну С учетом того Что например Только по Горьковской области Парда на память Пропавшую бедность 140 тысяч Данные очень плохо Соотносятся с общероссийскими данными Ну с общероссийской статистикой Так скажем То есть Уже к этой цифре Есть большое количество претензий И она Будет оставаться дискуссионной В течение долгого времени Даже если Ее обсуждать Официально Изобретят Да Спасибо Вопрос такой Но все-таки Если мы Не нуждаемся Больше В том хаосе Обилии точек зрения То, чем вы говорите Нам нужна Какая-то Очень государственная Такая Позиция Все равно Вопрос в ответственности Ответственность тоже нужна Она где должна начинаться Эта ответственность И она должна Распространяться На всех Либо Скажем На тех Кто работает в поле Историческом Не претендует На Мифотворчество Несение В какой-то В эфир Что называется А них нет А всех Кто Творит мифы Противоположные Противоречащие Государству Точкой зрения У них да То есть Оправданно Не ставят вопрос Такого рода Но он будет Он будет поставлен Если мы говорим Если мы говорим Если я правильно Кому вопрос Да Ответственность Безусловно Нужна Но попытаться Возлагать ее На все население Нынешней Российской Федерации Но по определению Неряно То есть Даже если У нас Напишут Абсолютно официальную Историю Великой Отечественной Войне Скажут Все кто будет Думать про другую Мы все простреляем Все равно Это подскудно На кухне продолжат Обсуждать Более того Это вызовет Опять очередное Отторжение От официальной точки зрения Безусловно Должны брать на себя Ответственность Именно те люди Которые считают Что они Открывают Историю Историю для остальных Те которые Являются Рупором То есть Вот мы Преподаватели Выше школы Вы должны Нести ответственность За то Что мы рассказываем Студентам Должны нести Ответственность За то Что пишется В книгах Люди Которые их пишут Которые их публикуют То есть Если там написано Заведомая ложь Ну извините И это Можно доказать То да Нести ответственность За то Что пытался Рассказать Людям Неправду То есть В отношении Тех Кто считает Себя проводником Информации Вот в тех В отношении Этих людей Должны быть Может быть Даже не уголовные Какие-то А может быть Морально-этические Нормы ответственности В конце концов Такое понятие Как человеческая совесть Еще никто не отменил Так Вопросов больше нету А, я прошу Вот в новом законопроекте Запрете пропаганды нацизма Есть строчки Касающиеся Критики Действий советского командования В годы войны Вот как к этому относиться Если Ну Всем известно Что ошибки были И Было их сокращение А можно поподробнее Про формулировку Что там касается Критики Нельзя критиковать Советской команды Там разбыт Очень написано Законопроекции Это после его еще дорабатывали Но там на самом деле Как-то странно Случает эта фраза Руководство страны И военную команду Что-то вот так Ну вы знаете Поскольку я не вижу Четкой формулировки Я не могу Сформулировать свой ответ На этот вопрос Если вопрос Вопрос Самый общий характер То есть Можно ли Нельзя критиковать Советское военное руководство За промахи Ошибки И Другие Казусы Которые имели место В Великой Отечественной войне Безусловно Можно и нужно Потому что Как известно На ошибках учатся И ошибки надо изучать Хотя для того Чтобы не повторять Можно ли Игнорировать ошибки На каком основании Ну о том Что все равно Были победили Несмотря на отдельные промахи Короче Ну это Так Ну я думаю Уже выросил Свою точку зрения Поэтому Ни отрицание Ни игнорирование В данном случае Ни из них пусти Нет Единственное Что нужно Это нужно Пояснение Почему так Мало бы Получиться Потому что Вы садите После знания Рассуждаем Что вот Да Вот он ошибся Кстати да Это во первых Во вторых Во вторых Война Это череда случайностей И могло бы случиться Не так Что он или не ошибся Давайте представим себе ситуацию Что в сорок пятом году Маршалу Советского Союза Черняковскому Не попадает Осколы в грудь И он продолжает Командовать Тем фронтом И соответственно По другому Проходит Восточно-Трусская операция Давайте представим себе Другую Просто еще Действительно Лавину случайности Понимаете Кстати Говоря об ошибках О том Что игнорировать Не фигурировать Мы зачастую Очень быстро Скатываемся В опасную Альтернативную Историю Которая Как вы понимаете Не является Абсолютно Антинаучной Она хороша В художественной Литературе Но никак Не в серьезных Исторических исследованиях И не в серьезной Больбе за человеческий мозг Если можно сказать А как еще Говаривал Карл Маркс Самая неприступная Крепость в мире Это человеческий череп Если вопросов больше нету Тогда благодарю организаторов Виктория Большое спасибо за внимание Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому